Увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в далёком, я не в далёком, в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хочеть не буду. Щи мои кумини мои. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь. Моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда. Но пока ещё, как бы, это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее, это то, что здесь столько всего oportunities. Opportunities. Как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей. Столько возможностей учиться. Столько возможностей пробрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чём заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и всё равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас особенно государственные работы вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, потому что у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда всё, я считаю, что было, но у нас сто процентов не было такого, что здесь в Америке у людей по три машины, и они ещё считаются бедными, или, не знаю, как бы, я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедным. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там, пойдёмте.